Это видео не сделает вас специалистом батумской недвижимости, но поможет не совершить ряд опасных ошибок при выборе и покупке квартиры или дома в Батуме. Я плохо монтирую видео, но при этом хорошо разбираюсь в недвижимости, потому что работал в ней достаточно долгое время. Консультации я не провожу, недвижимость тоже не продаю, но при этом отвечаю на короткие навигационные вопросы по Грузии и на канале. Для этого под видео указан мой WhatsApp. Я составил небольшой чек-лист того, что бы я сделал перед покупкой недвижимости в Батуме или где-то еще. И начнем мы с первого вопроса «Зачем?». Зачем нужна недвижимость в Батуме? Ответов больше, чем может показаться. Например, чтобы переехать и жить здесь постоянно. Другой вариант, чтобы приехать сюда отдохнуть, а оставшееся время сдавать ее в аренду и получать от этого пассивный доход. Третий вариант, чтобы вложить небольшую сумму на этапе строительства, а после окончания строительства продать эту недвижимость и получить прибыль. Четвертый вариант, чтобы сберечь свои деньги от инфляции, то есть вложить в покупку чего-то готового и понимать, что рост цен опережает инфляцию и проценты по банковским вкладам. Пятый вариант, чтобы получать сверхприбыли от спекуляций и горячими предложениями. Такое тоже возможно, но не следует думать, что это получится у человека, который только вчера узнал о рынке или который находится за 3-9 земель. Для таких сделок нужно находиться на месте, иметь полную сумму наличными и быть готовым заключить сделку в тот же день. Кроме оперативности нужно понимать еще и то, что риски при таких покупках сильно возрастают. Я буду рассказывать достаточно подробно и прошу заранее простить меня, если некоторые вещи будут звучать оскорбительно просто. Большая часть моей аудитории, которая смотрит канал, имеет более высокий уровень опыта и знаний, но информация должна быть понятна и тем, кто ни разу в жизни не покупал и не продавал объекты недвижимости. Поэтому местами мои разъяснения будут выглядеть даже слишком подробно. Итак, отвечая на вопрос, зачем покупается недвижимость, мы формируем дальнейший алгоритм своих действий и он различается в зависимости от целей. Из целей, которые я описал, стоит выбрать одну основную и один запасной сценарий. Без запасного сценария будет больно. Например, основной целью может стать покупка квартиры с целью дальнейшего переезда и жизни в Батуми, а запасной сценарий – это сдача этой же квартиры в долгосрочную аренду. Или цель будет, допустим, покупка на этапе котлована с целью в дальнейшем отремонтировать эту недвижимость и сдавать ее в долгосрочную или краткосрочную аренду. Удивительный факт, но абсолютное большинство людей, когда покупают недвижимость на море, с очень смутным пониманием подходят к этому вопросу, зачем они это делают, какую выгоду им это принесет и вообще не осознают, какие при этом берут на себя риски. Поэтому первым пунктом в чек-листе всегда будет проверка себя. Если непонятно, зачем покупается, скорее всего, это будет эмоциональная покупка, и даже если сумма будет небольшой, в итоге она окажется крайне невыгодной. После того, как первый пункт в чек-листе заполнен, нужно перейти к следующему этапу – это выбор из тех предложений, что есть. Перед выбором объекта можно самостоятельно изучить их презентации. У меня на канале я сделал достаточно много видеообзоров на «Восторой Батуми». Я советую обратить внимание не столько на навыки самопрезентации у менеджеров, они бывают очень обаятельными, сколько на то, о чем именно мы с ними говорим. Кроме того, можно посоветоваться с кем-то из локальных жителей. И вот это очень важный этап. Агенты по недвижимости, локальные жители и другие занятые в сфере строительства люди – это не означает, что они все дадут правдивый ответ. Но в совокупности их мнение дополнит ту радужную картинку, которую изначально формирует в себе человек перед покупкой недвижимости на море. В одном и том же городе живут люди, которые искренне наслаждаются его прелестями, и вместе с ними же живут люди, которые искренне страдают от любого неудобства. Поэтому при сборе мнений и локальных жителей грех ориентироваться на какое-то конкретное. Истинно, здесь будет как раз-таки та часть, где счастливые и несчастливые люди сходятся во мнениях. Например, что в Батуми хороший морской парк – это признают как оптимисты, так и пессимисты. Или что лучше воздержаться от выбора района базара Хопа для жизни. Это тоже, скорее всего, признают и оптимисты, и пессимисты. Среднее взвешенное мнение всегда полезнее, чем отдельно взятое. К мнению локальных жителей стоит добавить мнение экспертов. Но нужно учитывать важный нюанс. В сфере недвижимости Батуми работает несколько типов специалистов. Например, это застройщики их отдела продаж. Их мнение будет однозначно. Район, в котором они строят, он идеальный. Объект, который они строят, он лучше на свете. Поэтому большого смысла задавать им такие вопросы особо нет. Зато им можно задать противоположный вопрос. Например, что они думают об объекте другой компании. И вот тут очень много интересных фактов можно узнать. Фактов, слухов и других подробностей о городе в целом, о стройке в частности. Правильно задавая вопросы специалистам отдельных отраслей, можно гораздо более точно сформулировать для себя картину. Другой тип специалистов – это агенты по недвижимости. Они получают процент от завершенной сделки, и им как раз таки можно и стоит задавать вопросы относительно качества конкретных объектов. В конечном итоге агенты заинтересованы в том, чтобы их клиент заключил сделку. И в том, чтобы для него, то есть для самого агента, от этой сделки можно было как можно меньше долгоиграющих последствий, в виде какого-нибудь кривого договора или растянутой по времени комиссии. Поэтому агенты будут однозначно полезны в качестве подсказок. Отдельно отмечу, что существует такой тип агентов, который ругает все объекты, которые есть. Таким образом они пытаются сформировать у покупателя мнение о том, что вот именно они честные, и завоевать вот таким образом его доверие. Моя практика показала, что в итоге такой специалист продаст любой хлам, а потом скажет, что он же предупреждал, что все плохо. В действительности же каждая квартира и каждый дом имеют свои изъяны и свои преимущества. И в конечном итоге все равно они станут для кого-то в итоге домом. Реально непригодных для жизни квартир я за всю свою жизнь видел несколько. И одну из них, кстати, в Батуми и сравнительно недавно. Под непригодностью для жизни я имею в виду то, что затраты на приведение к жилому виду могут перекрыть стоимость целого ремонта. Другой полезный пул информации можно получить у отделочников. О качестве той или иной новостройки, проблемах и плюсах строительной отрасли в целом лучше всего расскажут как раз мастера по ремонтам. По сути, они получают от застройщика готовое помещение со всеми недочетами и недоделками и в итоге должны сделать из него что-то приемлемое для жизни. У застройщиков есть свои ремонтные бригады, но, как правило, по моим наблюдениям, именно в Батуми мало кто из застройщиков стремится продвинуть их услуги клиенту. Так как ремонты подключены потоки, это очень сомнительный бизнес в плане качества, а цена у них будет примерно такая же, как у частной бригады, которая за этим качеством следит лучше. Поэтому ремонтников в Батуми не стоит спрашивать о качествах ремонта. Естественно, лучший ремонт будет у тех, кого вы спросите. Но вполне логично интересоваться у них, насколько им было комфортно ремонтировать квартиры в доме того или иного застройщика. Можно узнать очень много нового. Агенты по недвижимости также могут быть полезны в получении информации о той или иной ремонтной бригаде, потому что объекты с хорошим ремонтом, конечно, всегда быстрее продаются. И, естественно, любопытство риэлтора – это спросить продавца квартиры, кто делал ему ремонт в той или иной квартире. Благодаря такому перекрестному опросу местных жителей и специалистов в отрасли заполняется второй пункт в чек-листе, а именно сбор предварительной информации. Но на этом процесс не заканчивается, а только начинается. И дальше будет уже немножко сложнее. Третий пункт чек-листа – это изучение предложения. Конкретно рынок Батуми молодой, и в моменте формируется изучать предложение на нем достаточно сложно, потому что он малоавтоматизирован, назовем это так. Основные сайты для изучения информации – это myhome.g и ss.g. Это наиболее актуальные площадки. Есть еще каталоги новостроек и вторичной недвижимости на сайтах агентств недвижимости, например, кортер.g или батумириэлтор.ком. Таких агентств и сайтов достаточно много. Там идет обычно текучка специалистов, команду больше десятка специалистов. Недвижимость вообще очень трудно удержать, потому что большинство менеджеров, научившись продавать, сразу же уходят, открывают свое агентство. Собственно, поэтому они и плодятся в огромном количестве. Тем не менее, о таких сайтах тоже нужно упомянуть, хотя я лично ими не пользуюсь. Причина простая – они не успевают просто обновлять тот огромный объем информации, что попадает на рынок. Удалять старые предложения агентству невыгодно, потому что страницы со старыми объявлениями полезны для индексации в поисковых системах. А при обращении по запросу прикрепится менеджер агентства, который будет называть себя официальным представителем застройщика, хотя, по сути, это будет обычный и не факт, что даже компетентный риэлтор. Тем не менее, узнавать первичное название объекта и базовые цены вполне можно с помощью таких вот риэлторских площадок. Я работал в агентстве недвижимости в Сочи, где на сайте висели даже предложения 7-8 летней давности. К слову, они там до сих пор висят. То же самое я наблюдаю на сайтах других риэлторских компаний во всем мире. То, что попало к ним однажды, остается там практически навсегда, и чистится площадка будет крайне неохотно. В реальной жизни же информация обновляется практически каждый день. И даже после съемки подробного какого-то обзора, который я делаю у застройщика, они могут просто поменять цену уже через месяц. Или изменится что-то в самом проекте. Поэтому вопрос актуальности информации, он очень важен. В целом же для изучения адекватности и актуальности предложений можно использовать агента по недвижимости, если таковой нашелся на предыдущем этапе и вызывает доверие. Профессионалы этой сферы получают актуальные прайс-листы от застройщиков, обмениваются с коллегами информацией о вторичной недвижимости, и в целом они находятся в рынке. Здесь важно учитывать один момент. Агенту следует задать прямой вопрос о том, каков размер его комиссии, кто его платит и когда, и самое главное, что входит в его услуги. Если этого не сделать, многие агенты будут считать, что их работа закончена на том этапе, когда покупатель выбрал квартиру и сказал, я хочу купить. Кроме того, агент может прикрутить к стоимости хозяина 10-15% сверху вместо 3%, как обычно это бывает. И этот гонорар будет фактически получен им за счет неосведомленности покупателя, что, во-первых, несправедливо, во-вторых, скорее всего, это невыгодно тому, кто покупает. На этапе конкретного изучения предложений нужно понимать, что если у застройщика запрашивается прайс-лист, у риэлтора есть такое же предложение по новостройкам, и это практически всегда одна и та же цена. Однако агент за эту сумму должен оказать услугу, сбалансировать сделку, сделать ее выгодной и безопасной для обеих сторон, чего многие, к сожалению, не делают, а то деньги просят исправно. Но об этом стоит рассказать немножко дальше в пункте про балансирование сделки. В результате пункт чек-листа про сбор предложений будет состоять из нескольких источников, как я уже сказал. Это порталы по недвижимости с предложениями риэлторов и собственников типа MyHome, это каталоги новостроек и вторичной недвижимости на сайтах агентств и запрос предложений у агентов и застройщиков напрямую. Вот такие три источника, каждый из которых должен принести, ну, понемножку пользы в понимании того, где что и сколько стоит. Сформировав для себя несколько конкретных предложений после этого этапа и выбрав самое подходящее, следует перейти к следующему этапу самой сделки. Про согласование цены и условий. Важный пункт чек-листя. В этом пункте будет достаточно субъективная информация. Я расскажу, как это делаю я, почему я делаю это так, а не иначе, но тут уже каждый человек волен действовать, как ему угодно. Сценариев может быть бесконечное множество. Единственного верного рецепта тут быть не может. Торговаться я не люблю, я это уже точно знаю, но чуть улучшить сделку я никогда не против. Если правильно и вдумчиво подойти и выполнить все предыдущие этапы чек-листа, то в результате я получаю картину рынка в моменте, где понимаю, какие предложения лучше, какие хуже, а какие настолько хороши, что их даже хочется купить и заплатить за них ту цену, которую просит продавец. Но те люди, которые не изучают рынок, думают, что самое лучшее предложение – это то, где им максимально уступили в цене. Это абсолютно нелогично, потому что если уступили от завышенной цены, то выгоды в этом нет никакой. Скорее, это даже не выгодно. Для контактов с продавцом я использую агента. С кем-то пересекаюсь на объектах, слежу за их соцсетями, что они там публикуют. Звоню также по объявлениям, то есть хожу с ними на показы. Еще я внимательно слушаю, что мне рассказывают сами застройщики про тех или иных агентов. Это тоже очень важный показатель качества. На этапе согласования цены наличие посредника лично меня оберегает от лишнего стресса. Во-первых, от настойчивых звонков из отделов продаж. С вопросами определился, я уже не определился, что мне еще предложить и так далее. Кроме того, никто не мешает мне озвучивать агенту мои самые смелые фантазии на тему конечной цены, длинной рассрочки и так далее. Агент в сделке заинтересован на этом этапе. Он полностью находится в моих руках, на стороне покупателя. Ему нужно услышать заветное «да». Кроме того, работая с одним конкретным специалистом, можно легко отбиваться от других агентов, к которым я, допустим, в процессе поиска тоже обращался на предварительных этапах. Тут нужно понимать психологию. Для риэлтора услышать фразу «извините, я работаю с другим агентом», это как для женщины услышать от мужчины «я люблю другую». Большинство мужчин, находящихся в профессии агента, как бы они не были умны или глупы, они достаточно амбициозны. Поэтому фразой «я работаю с другим агентом» можно легко избавиться от любого, даже самого настойчивого агента. Если агент на этапе переговора с продавцом и застройщиком не показывает себя компетентным и нужным, в принципе, то его вполне можно отправить в черный список, попытаться заключить сделку застройщиком или собственником напрямую. Справедливость здесь заключается в том, что мы понимаем, что этот скрипач уже не нужен. Большинство агентов сильно обижаются на такое и искренне недоумевают, зачем их выбрасывают из сделки, особенно если это еще никак не влияет на конечную цену. К сожалению, метафору с пятым колесом у телеги они понимают достаточно немного агентов. В действительности же часто присутствие дурного агента поможет скорее даже развалить сделку, чем завершить ее. Ну и заканчивается этап согласования цены и условий с составлением договора, в котором все, что проговорилось, переносится на бумагу, и все красивые и роскошные обещания застройщика или частного продавца должны быть перенесены в бумажный вид. Если этого не случилось, то ожидать исполнения всего, что было сказано и обещано, не стоит. Сделки с недвижимостью – это одни из крупнейших сделок, поэтому при их совершении люди испытывают излишний энтузиазм, который, не воплотившись на бумаге, со временем растворяется в воздухе. При проведении сделки купли-продажи недвижимости может быть один или два договора. Если сделка состоит из нескольких этапов, то до основного договора заключается договор задатка или договор аванса. Поскольку договор задатка аванса делается обычно на 3-5% от суммы основной сделки, его склонны считать чуть ли неформальностью и заполняют там на коленке. В действительности же это не так, потому что потерять даже тысячу долларов достаточно обидно. Договор задатка должен включать в себя правильно заполненные данные сторон, и это простое действие на практике вызывает очень серьезные сложности. Одно дело, когда люди сами заполняют документы и делают это с непривычки. Другое, когда это делает агент, который вроде как профессионал, но все бедняга не может с циферками сладить. И совсем беда, когда ошибки в договоре делает юрист, который, кстати, должен быть в команде у каждого уважающего себя риэлтора или застройщика. Многие люди до конца не понимают сущность договора задатка, а если ваш агент путает задаток с авансом, то его вообще стоит уволить на этом же этапе. В чем тут суть? Задаток – это сумма невозвратная, она дается покупателям-продавцу, в том случае, если он не может сразу выплатить полную сумму, но хочет, чтобы объект никому не показывали, пока он там не уладит какие-то свои дела. Например, там нет всей суммы денег прямо сейчас, или нужно дождаться окончания срока вклада, ну или элементарно жена с детьми должны прилететь и привезти последний транш наличными. Задаток нужен в первую очередь покупателю, чтобы снять интересующий объект с продажи. Обычно в условиях задатка есть пункт о том, что он возвращается в двойном размере, поэтому размер задатка логично, что должен быть внушительным. Настолько внушительным, чтобы у того, кто продает, не возникло желание, вот пока он ждет свою заветную сделку, перепродать подороже, плюс вернуть еще, чтобы было, чтобы с чего вернуть задаток в двойном размере. Приведу пример бессмысленного задатка. Квартиру, которую я продавал в Батуме в прошлом году, стоила 125 тысяч долларов. Покупатель предложил мне задаток в размере 1000 лари. Это 400 долларов. Я откровенно сказал, что следующий, кто посмотрит после него эту квартиру, услышит цену 130 тысяч долларов, потому что цены продолжали тогда расти еще прям совсем быстро. Простейшая математика, при задатке в 400 долларов глупо снимать квартиру с продажи, особенно если ты решил поднять цену. Допустим, квартира продается за 130 тысяч долларов, тому, кто пришел тут же с полной оплатой. Из этой суммы неудавшийся покупатель получает обратно свой двойной задаток, то есть 800 долларов. Ну и какой смысл в этом случае снимать квартиру с продажи? Никакого. Поэтому размер задатка должен быть таким, чтобы продавцу было невыгодно продолжать продажу не только на словах, но и на деле. Как правило, это 3, 5, 10 процентов от стоимости объекта. Риск для того, кто покупает, заключается в том, что он уже не может отказаться от сделки, иначе он просто теряет задаток. Ну или если откажется продавец, то он получает некую прибыль. Обычно люди, которые дают задаток, они хотят именно совершить сделку, а не обогатиться на каких-то обстоятельствах. В случае с договором аванса ситуация обратная. Авансовый договор заключается по обстоятельствам продавца. Аванс – это возвратная сумма, которая дается покупателям-продавцу на то, чтобы он подготовил объект для сделки. Например, на квартире там есть какие-то обременения, и у продавца, допустим, нет денег, чтобы их снять. Или по условиям сделки нужно сделать какой-нибудь косметический ремонт, и на это тоже денег нет у продавца, а самостоятельно заниматься этим покупателю, скажем, неудобно. Часто аванс дают для того, чтобы он полежал на счету продавца, и он возвращается в полном объеме, если кто-то передумал заключать сделку. В общем, давая авансы задаток, нужно твердо понимать, зачем это делается, и кому это выгодно. Другая юридическая процедура на этом этапе чек-листа – это проверка обременения. Она тоже должна быть обязательно просто. В Грузии это делается очень легко. По кадастровому номеру заказывается платная выписка из реестра на день сделки. Многие не очень компетентные покупатели или риэлторы просто заказывают бесплатную выписку, а она формируется обычно на период последней сделки с квартирой и может, например, не отражать каких-то свежих обременений. Мне вот кажется, что это очевидно, но, насколько я понимаю, это происходит буквально каждый день. Несколько десятков долларов для заказа платной выписки – это не та сумма, которую нужно экономить при сделке с недвижимостью. Кстати, если в сделке участвует агент по недвижимости, то эти расходы вполне себе переносятся на него как транзакционные издержки, как и расходы по регистрации, как и оплату услуг юриста, которого он использует. При дальнейшей проверке юридической чистоты – да-да, это еще не конец – надо также уточнить про наличие или перспективы появления в доме всех необходимых для жизни коммуникаций. Все, что сказано на словах и не подтверждено документом, может быть приравнено, опять же, к красивым словам и цветастым метафорам. Заверение, что газовая котельная будет построена прямо рядом с домом, вполне себе обвернется изменением обстоятельств, где газ в дом придется проводить самостоятельно. В случае, если по договору возникают сложные обстоятельства и люди не могут договориться, нужно обращаться в суд. Это не самая приятная и быстрая процедура, но обоснованная, когда речь идет о таком крупном виде сделок, как сделке в недвижимости. Если же в договоре никаких обстоятельств вообще не прописано, то, по сути, обращаться в суд даже будет не с чем. Чем ниже ценник у застройщика, тем меньше он желает взять на себя обязательств, и тем слабее у него экономическая модель. Это не значит, что нужно покупать самую дорогую квартиру в городе, просто покупая самый дешевый квадратный метр. Не стоит ожидать, что в доме будет вертолетная площадка, бассейн или консьерж, даже если в рекламе это обещают. Таковы суровые реалии, причем не только Грузии. Если сделка совершается на рынке вторичной недвижимости, где квартиры или дом с ремонтом или без покупаются у физического лица, то требуется полная единоразовая оплата в большинстве случаев. Следует убедиться, что сделка оплатится так, что после нее останется какой-нибудь цифровой след. Те же самые расписки за получение наличных формально судом принимаются, но достаточно трудно сам процесс потом еще доказывать, что они настоящие, что они выдавались, когда они выдавались и так далее. Поэтому самый простой способ – это оставить свой цифровой след в банке. Тогда будет подтверждение от банка, дата перевода, сумма перевода и все остальное, заверенное печатью банка. Для Грузии нормальное явление – это внести сумму денег на счет продавца от имени покупателя. Причем в любой валюте можно это делать, просто единственное, когда в этих долларах делается, там назначение платежа не указывается, но при этом у нас есть договор, в котором все прописано, и у нас есть сумма, которую мы внесли. Так у нас появляется платежное поручение, в котором будет четко подтверждено сторонней организацией, которую зовут банк, что Иванов Иван Иванович внес сумму 100 тысяч долларов на счет Петрова Петра Петровича. Отдельная история – это занижение стоимости. Хорошо, если продавец наш друг, и он точно будет вести себя хорошо. А как в другом случае доказать, что по договору написано 100 тысяч, а дали мы 150 почему-то, не считая вопросов от налоговой инспекции про сокрытие доходов, причем налогов, доходов того, кто продает, по сути. Это очень любят делать и в Грузии, и в Болгарии, и в России, да вообще везде любят занижать стоимость. Это безумие. Еще в Грузии часто стала практика, когда расчеты за квартиры происходят за пределами Грузии, а регистрация сделки завершается по факту. Нужно понимать, что это стоит делать только хорошо знакомо между собой людям, так как процесс доказывания, опять же, будет очень и очень усложнен. Люди любят себя вести неосмотрительно и даже лихо в моменты, пока все идет хорошо. Но никто не хочет задумываться о том, что будет, если в программе действий произойдет сбой, и как себя поведет вторая сторона сделки, совершенно непонятно. Напомню, что сделки с недвижимостью – это один из самых крупных видов сделок, которые люди заключают между собой. В случае с приобретением квартиры у застройщика все еще проще. Застройщик платит налоги, и деньги он предпочитает получать практически всегда в безналичных платежах. Но нужно учитывать очень важный момент. Практически все застройщики на этапе строительства предлагают рассрочку. В Грузии точно ни разу не встречался тот, кто еще строит и не предлагает рассрочку. Отказываться от рассрочки смысла нет. Фактически это вход в сделку с 20-30% от суммы квартиры. При оплате полной суммы я бы всегда ставил задачу агенту, если он есть, торговаться, ну или торговался бы сам. Кто-то из застройщиков реагирует на самого покупателя, но если переговорщик из вас так себе, ну как и из меня, то для этой цели опять же удобнее агент, потому что он должен знать, какую сумму размахиваться, и то, насколько отделу продаж именно сейчас нужны эти деньги. Совершенно не секрет, что у всех отделов продаж застройщика есть план продаж для менеджеров. И иногда сделку можно сильно изменить, просто подсунув ее нужному продажнику, которому не хватает конкретной сделки там до премии. Определившись с оплатой, можно выдохнуть, подписать документы в юстиции самостоятельно или через доверенное лицо и вступать в полное или частичное право владения той самой недвижимостью. О том, что происходит дальше, я рассказывал в видео, как потом продать квартиру в Батуми. Надеюсь, это видео было полезно и интересно. Большое спасибо за внимание. Встретимся на море. Субтитры сделал DimaTorzok